Десна ТВ В ближайшие два года планировали выйти на пенсию, особую льготу – выйти на пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. А что произошло в нашем городе, узнаем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Инфраструктура села будет стремительно развиваться, а это значит, что нас будет все-таки поддерживать область. Инициатива «Смолян» развивает регионы. Решение 54-й сессии Гесногорского городского совета. Погода позволяет нам хорошие темпы поддерживать, поэтому здесь у нас все будет вовремя. Новости из городской администрации. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 637 сообщений. Чрезвычайная обстановка в городе остается стабильной. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. Облик сел и деревень Смоленщины за последние годы заметно преобразился. Улучшаются бытовые условия, повышается качество жизни. На развитие села работает много федеральных и областных программ. Но не только от государства зависит, как будут жить люди в деревнях. В настоящее время на всех уровнях власти приветствуют и поддерживают инициативы самих жителей. В нашем сюжете мы расскажем вам, как несколько активных и неравнодушных граждан могут улучшить жизнь многим односельчанам. По соседству с Десногорском расположено большое сельское поселение Якимовичи. Мы уже не раз рассказывали вам, какие изменения происходят в селе. Сейчас в деревне хорошие дороги вдоль центральной трассы для безопасности жителей установлены светофоры, ограждения и переходы, проложены тротуары. Теперь родителям не нужно беспокоиться, как ребенок доберется до школы. Украшает поселение деревянный храм, построена крытая сцена и площадка для массовых мероприятий. Установлены новые детские игровые городки. Активно прирастает село новыми жилыми комплексами, а это значит, что Якимовичи стали привлекательными для смолян и люди потянулись обратно в деревню. Несколько лет назад активно работала федеральная программа по газификации сел. Программа закончилась и многие жители остались за ее пределами. И казалось бы, не дождаться сельчанам теперь подачи газа на свою улицу. Но несколько активных жителей проявили инициативу, нашли инвесторов, обратились в администрацию сельского поселения и получили поддержку. Я благодарна тем жителям, которые обратились в администрацию. Естественно, поддержала данную инициативу и очень рада. А в дальнейшем надеюсь, что этот жилой комплекс начнет стремительно расти. Демографическая ситуация благодаря данному жилому комплексу начнет в Якимовичском сельском поселении улучшаться. И у нас будет расти количество детей. А это означает, что будет расти количество в школах, детском саду. И инфраструктура села будет стремительно развиваться. А это значит, что нас будет все-таки поддерживать область. И огромное спасибо тем инвесторам, которые приходят на территорию Якимовичского сельского поселения и развивают его. Газ и электроэнергия – основные источники благополучных бытовых условий. Это свет и тепло в каждом доме. Вместе с ними начинает развиваться инфраструктура любого населенного пункта. Все мы понимаем, что газификация нашего поселка – это один из самых важнейших параметров нашей коммунальной жизни. И с подачей газа я уверен, что население этого жилого комплекса будет получать более качественные коммунальные услуги. Хочется пожелать и остальным жителям села Якимовичи не оставаться равнодушными, проявлять инициативу и улучшать бытовые условия себе и соседям. Россияне смогут получить вознаграждение до нескольких миллионов рублей за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Соответствующий приказ Министерства внутренних дел вступил в силу 27 августа. Суммы поощрений могут варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. До сегодняшнего дня полиция выплачивала вознаграждение в исключительных случаях, обещая премию за поимку особо опасных преступников. Специального фонда в правоохранительных органах нет. Средства выделяются из внутренних ресурсов ведомства на каждый конкретный случай. На повестке очередной 54-й сессии Горсовета стояло 11 вопросов. Какие решения приняли депутаты, мы расскажем вам в нашем сюжете. Первым вопросом депутаты приняли проект о внесении изменений в устав Десногорска. Они установили порядок учёта предложений по проекту решения о внесении изменений в устав и участия граждан в его обсуждении. Предложения по внесению изменений в устав жители могут подать с 30 августа до 19 сентября. Публичные слушания пройдут 29 сентября в 15 часов дня в 325 кабинете. Городской совет вынес решение передать в муниципальную собственность Десногорска от главного управления спорта Смоленской области автобус. Он будет предназначен для перевозки воспитанников физкультурно-оздоровительного комплекса Десна. От департамента Смоленской области по образованию и науке в муниципальную собственность города Горсовет принял компьютерное оборудование – ноутбук, принтеры, сканеры, комплектующие устройства. Далее депутаты приняли решение разрешить Центру культуры и молодёжной политики предоставить помещение в безвозмездное пользование Смоленскому танцевальному клубу «Первый» для проведения занятий с детьми по спортивным бальным танцам. Следующим вопросом на повестке сессии депутаты утвердили норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в Десногорске – это 10,5 квадратных метров. Рассмотрев обращение администрации по награждениям, депутаты утвердили список десногорцев, которые будут занесены на доску почёта. Рассмотрев обращение начальника медсанчасти, депутаты утвердили список медработников, которых наградят благодарственными письмами Десногорского городского совета за многолетний добросовестный труд. Настоящие решения вступили в силу со дня его принятия и опубликованы в городской газете «Десна». Более подробно с ними вы можете ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Решение городского совета». Минстрой разработает критерии признания многоквартирных домов аварийными. Планируется, что до конца будущего года разработают шаблоны, в которых пропишут все необходимые критерии, определяющие степень аварийности домов. Введение конкретных параметров износа упростит ликвидацию опасного для проживания жилья и исключит возможность отказа в признании его ветхости. На сегодняшний день есть только примерные критерии оценки изношенности. Гидравлические испытания систем водоснабжения, количество инфекционных заболеваний, культурные мероприятия на выходных. Эти и другие вопросы обсуждались на плановом оперативном совещании главы города с руководителями структурных подразделений администрации. Подробности далее. Совещание проводил глава города Андрей Шубин. На инженерных сетях города продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Сейчас ведутся ремонтные работы на тепловых сетях первого микрорайона, устраняются дефекты. При этом отключенных потребителей нет. Завершаются кровельные работы по покрытию и ремонту швов многоквартирных домов. Погода позволяет нам хорошие темпы выдерживать, поэтому здесь у нас все будет вовремя, с опережением городика. О мероприятиях на этой неделе нам рассказала руководитель комитета по культуре, спорту и младежной политике Анна Королева. 2 сентября на территории стадиона АО «Тэнтранс» состоится межрегиональный чемпионат Центрального федерального округа 2018 года по рубке шашкой в Казарлав-Десногорске. В программе показательные выступления по катильону на лошадях, работа тематической площадки городмастеров, соревнования поджигетовки, турнир по пешей рубке шашкой и конкурсные выступления в рамках фестиваля конкурса казачьей культуры «Богатица» и многое другое. Также 3 сентября всех жителей и гостей города мы приглашаем в 12 часов на территории рейдинга городской эстрады в день детства на детскую развлекательную программу. Инфекционные заболевания регистрировались на обычном уровне. Дискуссия вокруг введения единого экзамена по вождению, которым ГИБДД планирует заменить привычные площадку и город, набирает обороты. Ранее оппонентами ведомства выступал ряд российских автошкол, а в среду идею госавтоинспекции раскритиковало и Министерство транспорта. Чиновники считают, что, например, проверка навыков вождения грузовиков в городских условиях создаст опасность для других участников движения. Вопросы к реформе экзаменов возникли и у Министерства образования и науки России. ГИБДД готовы пойти на определенные уступки. Дальнейшая судьба инициативы зависит от позиций Минэкономики. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказал начальник управления ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по вскрытию дверей один раз, помощь скорой два раза. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 637 сообщений, из них 245 ложные, проконсультировано 218 человек. Поступило 10 просьб от населения, из них 7 отработано и переадресовано 3. Робот Алан Тим откроет школьную линейку и даст первый звонок для учащихся одного из московских лицеев. Выступление перед учениками школы – большая ответственность для Алан Тима и часть масштабного исследования о взаимодействии людей и машин, сообщили в пресс-службе ВУЗа. Во время торжественной речи робот изучит реакции детей, чтобы правильно подобрать слова и интонации для первоклассников. На данный момент Алан Тим читает лекции по робототехнике для студентов Московского технологического института, но в будущем планирует вести уроки и для младших классов. Двойник роботов встретит учеников в школе, пообщается и сфотографируется со всеми желающими. Алан Тим – первый в мире робот, которого приняли на официальную должность в ВУЗ. Он уже 4 года занимает пост заместителя заведующего кафедры робототехники Московского технологического института. А теперь коротко о погоде. 31 августа в Десногорске ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 12. На сегодня это все новости, все самые интересные и актуальные не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова